Схема, по которой сотрудник таможни вымогал деньги у водителей, была крайне проста. Основывалась на низкой правовой культуре некоторых граждан. Вот пример. Машина, оформленная по рукописной доверенности, подъезжает к посту. Ее останавливают и утверждают, что доверенность нужно заверить нотариально. На самом деле, для пересечения границы эта процедура не обязательно. Зато таможенник настаивает на своем. Потом предлагает договориться. А проще говоря, чтобы пропустить транспорт, требует взятку. И вы мне только хоть не заберете ее? Я тебе отдам. Давай же сам. Да я просто не лезу. Не лезу. На самом деле, таможенник шутит. Такса за якобы недооформленную доверенность была в разы меньше. Всего-то 500 рублей. Я не могу. Но даже за такую небольшую сумму сотрудник таможни готов разыграть целый спектакль. Правда, его театр работал недолго. В этот же вечер мошенник был задержан с поличным. В отношении данного таможенника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело окончено и направлено в суд с обвинительным заключением. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Виталий Угримов, Владимир Сидоров. События. Брянск.